всем привет в эфире дети большого толка программы с интересными фактами яркими сюжетами и путешествиями весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса все мы люди сделанные звездной пыли все потому что углерод азот и кислород в наших телах происходят от давно погашенных звезд которые были образованы четыре с половиной миллиарда лет назад никто не знает сколько звезд в млечном пути оценки варьируются от 100 до 400 миллиардов и млечный путь это всего лишь одна из 140 миллиардов галактик многие из которых больше нашей если ночью посмотреть на небо то можно увидеть луну представляете а раньше их было две всего каких-то 6 7 тысяч лет назад об этом говорят не только мифы и предания многих народов но и геологические находки луна постепенно удаляется от нашей планеты правда происходит это с очень незначительной скоростью 38 миллиметров в год ученые выяснили что полтора миллиарда лет назад земные сутки длились примерно 18 часов в то время луна находилась к земле на 44 тысячи километров ближе чем теперь все планеты солнечной системы кроме земли названы именами римских и греческих богов смотрите марс бог войны венера богини любви нептун бог морей и только земля на разных языках имеет разные названия древнегреческом название земли совпадало с именем богини гей оттуда она попала в другие слова связанные с нашей планетой например геология и геолокация биология это непростая но очень интересная наука которая может вечно удивлять и очаровывать и возможно не хватит всей жизни чтобы узнать абсолютно все о человеческом организме и уже тем более обо всем живом мире настолько сложные эти системы мы собрали для вас много невероятных фактов которые вы не найдете в школьных учебниках кровь бывает не только красного цвета на самом деле кровь млекопитающих обладает красным цветом только благодаря железу которая переносит кислород если нет железа то и цвет не красный у некоторых моллюсков кислород переносит медь поэтому и кровь у них голубая некоторые птицы умеют спать во время полета например так действуют аисты давно известно что некоторые виды стрижей а также перелетных птиц могут совершать беспосадочные перелеты длительностью в дни недели и больше как птица может спать в воздухе не сталкиваясь с сородичами и не падая вниз по одной из версий ученых птицы спят не полностью отдельными полушариями сначала левым потом правым птичьи перья весят меньше чем их скелет перо это настоящее инженерное чудо каждая гибкая и легкая как крыло перья также защищает птиц от жары холода и ультрафиолетовых лучей например многие виды морских уток прекрасно переносят очень холодные океанские ветры благодаря чему под плотным покровом контурных перьев содержится грубый двухсантиметровый слой мягкого и густого пуха он покрывает почти все тело утки натуральный пух очень хорошо держит тепло до сих пор не было изобретено ни одного материала который мог бы с ним сравниться если вы носите пуховик то знаете каждый у кого есть питомец задумывается умеют ли кошки и собаки думать и могут ли они видеть сны так вот животные могут видеть сны ученые изучили это с помощью электродов оказалось что птицы во сне видят как они поют а грызуны прокручивает во время сна пережитой сзади эмоции на основании этих данных ученые сделали вывод что животные во снах видят отражение реальной жизни трава бывает очень-очень высокой с десятиэтажный дом например банановые пальмы с точки зрения биологии являются травой но все рекорды бьет бамбук он тоже трава причем вырастает он до 25 30 метров а 30 метров это как раз примерно высота десятиэтажного дома почему у нас нос один а ноздри 2 потому что наши ноздри дышат не вместе а по очереди попеременно чередуются они в среднем каждые 4 часа когда мы здоровы то не обращаем внимание какая ноздря сейчас находится в активной фазе а какая отдыхает но если у нас начинается насморк это становится заметно наш нос может запомнить 50 тысяч различных ароматов все вокруг нас имеет запах не только цветы и еда но и дерево металл стекло когда парфюмеры создают духи они добавляют необычные запахи которые люди тоже находят приятными это аромат кожи горячей бумаги чистого хлопка бензина клея а еще особый запах имеет дождь воздух после ливня пахнет озоном кстати дышать таким воздухом очень полезным вы умеете рисовать розы а море горы лилых котиков в нашей программе и замечательная полезная рубрика рецепт шедевра не известные профессиональные художники учат рисовать смотрите и присоединяйтесь что такое скетчинг под скетчингом понимается техника создания быстрых рисунков от английского слова скетч эскиз набросок зарисовка существует несколько видов скетчинга и самый подробный и качественный это скетч иллюстрация в данном случае скетч выполняется маркерами но при этом он уже похож на иллюстрацию так как на него тратится больше времени рисунок раскрашивается полностью и тщательно прорабатывается в деталях сегодня мы в школе рисования антонины матвеевой я рисую на доске поясняя каждый свой шаг вы повторяете за мной периодически я вас прохожу проверяю проговариваю недочеты антонина матвеева художник дизайнер иллюстратор окончила текстильный техникум по направлению дизайн алтайский государственный университет по направлению художественное проектирование костюма после чего поступила в магистратуру и аспирантуру на искусство ведения изобразительное декоративное искусство и архитектуру пять лет руководить собственной школой рисования маркерами для детей сегодня у нас будет фуд скетчинг рисуем еду красивое пирожное на столах больше тысячи маркеров но начнем мы с карандаша строим рисунок при помощи геометрических фигур в прямоугольник конечно единственное если вы присмотритесь вы увидите что этот прямоугольник он не ровно стоит а немножечко под наклоном кекс походит на трапецию вишенка на круг когда рисунок готов делаем красивую обводку и начинаем самое интересное раскрашивать у каждого маркера есть номер подбираем оттенки чем больше тем лучше несколько бежевых серых и коричневых для корзинки смотрим по образцу где именно располагается свет а где тень затем розовые красные бордовые оттенки для вишенки и сиропа а еще для крема несмотря на то что работают все по образцу у каждого получается неповторимый рисунок сегодня мы многому научились я добавила на свой рисунок и вторую вишню мне очень нравится я впервые рисовал скетч маркерами это было очень необычно большое разнообразие оттенков но мне понравилось было очень интересно самым необычным для меня сегодня было рисовать тени я люблю маркерные скетчинг работы получаются стильные и необычные смотрите что у меня сегодня вышло я решила стать немножко необычной и сделала голубой крем мне очень нравится моя работа я довольна своей работой получилось очень красиво мы сегодня научились делать тень свет и объемные предметы спасибо большое антонине матвеевой за мастер-класс самых редких животных на земле помещают в красную книгу красная книга это перечень животных растений и грибов которые находятся на стадии полного исчезновения например на аутае на границе с монголией это снежный барс снежный барс снежный кот снежный леопард или ирбис так называют это красивое животное семейство кошачьих внешне снежный барс действительно очень напоминает леопарда только мех у него не желтый а белый конечно барсы хорошо чувствуют себя в холодном климате в горах снежный барс живет в скалах его дом пещера маленькие барсят любят кататься со снежных горок совсем как дети у снежных барсов необычайно острое зрение лапу снежного барса широкие напоминающие рыси барсы умеют ходить по глубокому снегу не проваливая с него а еще они очень осторожны и никогда не нападают на людей кто же такие эти красавцы снежных барсов называют ирбисами снежные барсы умеют мурлыкать как обычные домашние кошки природа наградила их толстым мехом надежно защищающим от мороза живут они в скалах и пещерах кстати ирбисы внесены не только в красную книгу россии но и мира снег белый и холодный а знаете кто без него не представляет жизни белые медведи феврале отмечается день полярного медведя до название белые не совсем подходят мишки ведь кожа у него черная а шерсть прозрачная а еще это самый крупный наземный хищник планеты водоплавающий белые медведи могут проводить в воде до 10 дней подряд при этом проплывать без остановки до 700 километров знаете сколько зубов у слона 4 кроме бивней зато они постоянно меняются в течение жизни а вот человеку зубы надо беречь ведь они меняются всего один раз с молочных на коренные к чему я все это рассказываю 9 февраля всемирный день стоматолога а знаете ли вы что каждый человек среднем тратит на еду пять лет своей жизни представляете сколько тогда тратится на сон десятки лет треть жизни но не бойтесь проспать всю жизнь сон очень важен без него человек теряет в первую очередь чувство юмора самым часто встречающимся цветом глаз у людей является карий а самым редким зеленый которым могут похвастать всего около 2 процентов населения земли причем большинство этих зеленоглазых жителей живут в россии на сегодня это все наша редакция уже работает над новым выпуском в нем вы узнаете о собаке-альпинисте самом высоком растении на земле и месте на планете не находится больше всего золото помните наука это здорово мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы успехов и рецептов к ним занимайтесь спортом учитесь рисовать и готовить вкусняшки угощайте близких дарите им радость а еще мы желаем всем быть счастливыми хорошей погоды и только хороших новостей пока пока увидимся через неделю